Единственный в мире парк-неба — ещё одна достопримечательность московского планетария. Под открытым небом расположился целый комплекс астрономических приборов и инструментов. Этот замечательный парк был задуман московскими астрономами, сотрудниками планетария ещё в 1939 году. В 1941 году строительство было утверждено, но Великая Отечественная война внесла свои коррективы. И астрономическая площадка московского планетария была открыта только в 1947 году, ко дню 800-летия столицы. В 2005-2010 годах уникальный музей на крыше планетария был воссоздан на новом технологическом уровне по эскизам и под руководством заслуженного работника культуры, научного консультанта московского планетария Станислава Васильевича Широкова. В ходе масштабной реконструкции список его экспонатов существенно расширился. Появилось и кое-что из мировых центров звёздной цивилизации, правда, в виде моделей. Одна из таких моделей сейчас перед вами. Это уменьшенный в пять раз знаменитый обелиск египетской царицы Хадшипсут, построенный за полторы тысячи лет до нашей эры. Гномом вертикальный столб на выровненной площадке является древнейшим астрономическим солнечным инструментом. Тень от него в полдень любого дня самая короткая. Она совпадает с географическим меридианом и точно определяет направление север-юг. Если мы проследим за движением тени гномона в течение светового дня, то увидим, что она поворачивается вокруг обелиска по Солнцу по часовой стрелке. В первой половине дня тень укорачивается, а после полудня симметрично удлиняется. Нет ничего проще превратить гномон в солнечные часы. Для этого нужно наклонить его вертикальный шест к северу. Именно так были сделаны большие горизонтальные солнечные часы, выполненные в форме памятника стилобатов покорителям космоса УВВЦ. Этот кандидат в гномоны стоит на развилке проспекта Мира, как и требуется вдоль меридиана. Однако он наклонен к югу, и поэтому в солнечные часы не годится. Памятник стрелу, как и планетарий, построил архитектор Михаил Осипович Барщ. Мы отогнули стилобат Барща через зенитно-полярную звезду, положили на Землю циферблат, и получились горизонтальные солнечные часы, одни из самых крупных в Европе. Высота инструмента, как и гномона Хаджипсут, 5 метров 35 сантиметров. Диаметр циферблата 12 метров. Часы отмечены четными цифрами через 2 часа. Минимальное деление 10 минут. Перед нами еще одна модель солнечных часов. Индийская крылатая лестница в небо Самрат Янтра. Гномонами в этом сооружении служат перила Испалинской лестницы, которая ведет к полярной звезде. В первой половине дня левое перило отбрасывает тень на западное крыло циферблата. В полдень, когда Солнце стоит на меридиане, обе шкалы и насвещены полностью. А с полудня указателем времени становится тень от правых перил. Циферблат часов подобен ободу колеса, осью которого служит перила. Наша модель исторических часов внешне существенно отличается от подлинника. Во-первых, у нас на севере полярная звезда примерно вдвое выше над горизонтом, чем в Индии. Поэтому и лестница получилась вдвое круче. Во-вторых, у индусов дуги циферблатов раскинуты в стороны на 90 градусов и работают в качестве часов с восхода до заката. Наш же прибор ограничен двумя дугами по 60 градусов. 4 плюс 4 часа работы. Но, несмотря на все отличия, рабочие функции и традиционные формы прибора сохранены полностью. Чрезвычайно популярны сегодня аналиматические солнечные часы. Время определяется по направлению тени интерактивного вертикального гномана, роль которого можно поручить любому из нас. Чтобы узнать, который сейчас час, нужно всего лишь встать на название текущего месяца, высеченное на специально рассчитанной шкале дат. Тень укажет время. Парк Небо — это настоящий солнечный город. Все экспонаты здесь работают вместе с небесными светилами. Не стала исключением и армиллярная сфера — один из самых сложных астрономических инструментов древности. Сфера получила широкое применение в египетской Александрии. Примерно с 300-х годов до н.э. с её помощью производили измерения дуг и углов на небе. Но главным образом с помощью армилы античные астрономы промеряли видимое движение Солнца, Луны и планет среди звёзд, более сложное, чем простое вращение звёздного неба. Прибор, находящийся перед нами, — армиллярная сфера Цветова. Она была построена здесь, на астрономической площадке Планетария, её заведующим — Рувимом Ильичом Цветовым, в 1947 году. Прежде всего, это очень большая сфера. В неё даже можно войти. Её круги-браслеты проецируются на настоящее небо. Трудно придумать какой-то другой способ так наглядно наложить на живое небо условные астрономические дуги. Авторы повесили на сферу светила Солнечной системы. В результате армилла Цветова стала не только измерительным, но и демонстрационным прибором. Приборы Парка Неба представляют посетителям увлекательную историю развития астрономии. Коллекция уникальна. Это и солнечные часы различных форм и модификаций. И действующая система обсерватории каменного века «Стоунхендж» — самой древней обсерватории на Земле. Земной и небесной глобусы. Модель пирамиды Хеопса. Зонт Набокова с нанесенными незаходящими созвездиями северного полушария неба и полярной звездой в центре. Древостранстве, геоскоп, подвижная звездная карта и линия Московского географического меридиана. Самым раритетным экспонатом Парка Неба является спускаемый аппарат космического корабля «Восток». Запуск «Востока» с манекеном «Иван Иванович» и собакой-звездочкой на борту состоялся 23 марта 1961 года. Его успешное возвращение на Землю открыло дорогу в космос пилотируемым космическим кораблям. В 2011 году спускаемый аппарат «Восток» был выкуплен из частной зарубежной коллекции Евгения Бьюрченко, председателем фонда содействия инвестициям имени Попова. И 12 июня 2011 года этот подлинный артефакт советской космической программы был передан в экспозицию «Московского планетария». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова